Продолжение следует... С точностью номинальной до 0,01 грамма и в пределе до 200, иногда 300, иногда 500 грамм. Ну вот, чтобы удостовериться, о чем, собственно, идет речь, вот можете перевернуть весы вверх ногами и увидеть вот такую вот надпись. Здесь написано 200 грамм, 1 сотая грамма, то есть 200 грамм это максимальный предел, 1 сотая это заявленная точность. У данного образца, который лежит у меня на столе, максимальный предел 500 грамм, но принципиально эти два прибора ничем, кроме данного параметра, друг от друга не отличаются. Как же этим прибором пользоваться? Шаг первый. Мы должны установить этот прибор на горизонтальную, ровную, плоскую, твердую поверхность. Такую, как вот этот вот замечательный стол, который вы видите на экране. И если вы ставите весы как-либо по-другому, например, на ладошку, или на тетрадку, или еще как-то, вы получите все, что угодно, кроме правильного результата. Итак, первый шаг мы выполнили. Дальше открываем крышку. Вот она. Ее может, в принципе, и не быть. Она может быть демонтирована или, в принципе, изначально не было. Но если она есть, ее надо, конечно, открыть. Дальше мы должны включить прибор. Вот у нас есть кнопка включить-выключить, он off. Мы ее нажимаем. Мы видим цифры 0,0. И самое главное, обратите внимание, вот здесь вот в уголке единицы измерения, граммы, буква G. Если там стоит что-то другое, то нужно срочно переключить. Как это сделать? Вот есть кнопочка units, единицы. Если вы побалуетесь, вот унции. Я не знаю, зачем нам нужно мерить в унциях. Это вообще что-то неизвестное. Вот это граны. Ну, снова переключаем в граммы. То есть в данном случае нужно следить, чтобы у вас были правильные единицы измерения. Граммы, а не что-либо другое. Убедившись в этом, мы берем предмет, в данном случае рубль, и кладем на поле. Видим массу 3,03 грамма. Можно убрать рубль и положить его еще раз. То же самое. Иногда бывает не то же самое. Обратите внимание, это означает, что весы у нас все-таки не совсем точный прибор. Заявленная точность 0,01 грамма является всего лишь благим пожеланием. Как не надо взвешивать? Если вы кидаете, то будьте готовы к тому, что ваши весы будут показывать с завышением. Более того, обратите внимание, что весы являются инерционным прибором. То есть их показания устанавливаются некоторое время. Причем иногда это может быть 5-6 секунд. Вот вы убедились, что теперь показания не меняются. Ну вот, соответственно, это и будет масса данной монетки. Убираем. Ну, можно побаловаться, положить 2 рубля. Или даже 10 рублей, пожалуйста. Никаких проблем. Убрали. Если вдруг вам понадобится взвесить какое-либо тело в таре, ну, скажем, рис в стакане, или воду в стакане, или просто взвесить один предмет, не снимая второй, то для этих целей есть кнопочка тары. Вот она, T написано. То есть мы, например, кладем 10 рублей. Вот он показывает прибор и их массу. А дальше мы нажимаем кнопочку тара и получаем 0. И, соответственно, если я сверху положу сейчас рубль, то у меня прибор показывает массу именно рубля. Кстати, обратите внимание, что показания массы рубля время от времени хиты разные. Это вот вопрос о точности прибора. Выключаем. Теперь попробуем сделать по-другому. Сначала мы положим монету, а потом включим прибор. И мы видим, что прибор показывает нули. То есть на самом деле получается, что монета, лежащая на поле весов, играет роль тары в этом случае. Поэтому, если вы хотите взвесить монетку в 10 рублей, нужно делать в обратной последовательности. Включаем. Потом кладем. Не наоборот. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, что прибор не должен у вас постоянно быть включенным, потому что он работает на батарейках, и батарейки имеют тенденцию садиться. Кроме уже описанных кнопочек, есть кнопочка свет. То есть если вам плохо видно, что показывает прибор, вы можете подсветить экран голубеньким светом. А можете не подсвечивать. То есть нет никакой особой разницы. Если же мы на весы положим предмет, превышающий по массе максимальное значение, которое могут показывать данные весы, мы увидим зашкал. Ну вот, например, возьмем стакан с водой, очень большой, тяжелый, и мы видим, что прибор зашкаливает. Это значит, что масса данного стакана превышает максимальное значение, которое может показывать этот прибор. В данном случае 500 грамм. Если вдруг вы добились своего, и у вас батарейки сели, то прибор просто не будет реагировать на включение. Вы нажимаете, он не включается. Это значит, что у вас батарейки сели. Нужно попросить кого-нибудь их поменять.